Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. В области продолжается двухмесячник по уборке населенных пунктов. Чрезвычайный и полномочный посол Испании посетил Караганду. Впервые в Караганде конкурс красоты New Face Евразия-2014. В карагандинском регионе прошел областной субботник по уборке и озеленению. В нем принял участие Аким области Бауржан Авдишев и руководители подведомственных структур. Ими было посажено около ста молодых елей возле карагандинского ледового дворца. В Карагандинской области в рамках весеннего двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению городов и населенных пунктов прошел субботник, в котором приняли участие около 170 тысяч человек. Свыше 6 тысяч предприятий – организация учебных заведений с привлечением специализированной техники. С начала года эти мероприятия идут. Мы должны готовиться к большим мероприятиям, которые будут на День шахтеров в августе месяца. И к этому, конечно, мы должны прийти к очень хорошим завершениям тех проектов, которые запланированы этот год. Следует отметить, что в ходе двухмесячника, начиная с 1 апреля и по настоящее время, по всей области проводились субботники и чистые четверги. Очищено свыше 18 тысяч гектаров дорог, улиц, дворовых территорий, населенных пунктов. Ликвидированы несанкционированные свалки. Высажено 20 тысяч деревьев и 8 тысяч кустарников. Очень большой объем работы в целом по области, по благоустройству скверов, ремонтов дорог. Эти работы уже начались, вы это видите. Конечно, эти работы какие-то временные неудобства для горожан будут приносить, но, тем не менее, конечно, этот эффект более оправдан и нужен для всех, для наших горожан. Поэтому я хочу поблагодарить всех тех, кто сегодня принимает участие в этих мероприятиях. Жизер Абдраимова, Улжас Гопазов, Бахтер Успанов, 1-й Карагандинский. Аллею из 20 сосен подарили финполовцы Карагандинскому парку Победы. Мероприятие посвятили Дню Победы и 20-летию образования органов финансовой полиции. Подробности у нашего корреспондента. 20 сосен собственноручно посадили сотрудники финансовой полиции. Место для посадки выбрано не случайно. Такой подарок было решено сделать в честь Великой Отечественной войны. 20 полицейских, 20 сосен и 20-летие образования органов финансовой полиции. Пришли именно посадить 20 деревьев в честь парки Победы. Это мы делаем в честь наших ветеранов, которые воевали. Местные жители уже в предвкушении созерцания будущего хвойного леса в парке Победы. Сосенки новые, прям вот мы сейчас пришли, аж радости, большое спасибо. Оказалось, что финансовая полиция не только наказывает коррупционеров, взяточников и других денежных мошенников. Ее сотрудники еще и опытные садоводы. Они знают, как правильно ухаживать за саженцами и как правильно их посадить. Нужно поливать, чтобы земля была утрамбована возле ствола. Мы будем постоянно поливать, приходить, детей сюда приводить. И думаем, эта елочка вырастет большой и украсит наш парк афганцев. В следующем году на 70-летие Великой Отечественной войны сотрудники финансовой полиции посадят еще больше деревьев, чтобы наши дорогие ветераны могли отдыхать на зеленых аллеях шахтерской столицы. Амина Смакова, Габиен Курышбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Денежный вопрос. Как местные власти исполнили городской бюджет за 2013 год, депутатам рассказывали и показывали на очередной сессии, прошедшей накануне. Подробности в следующем сюжете. 19 госотделов-исполнителей расходовали бюджетные деньги на 110 программ в минувшем году. Скорректированный бюджет города 2013 составил 47 миллиардов 700 с лишним миллионов тенге. Насколько эффективно чиновники использовали средства, депутатам рассказал заместитель Акима города. В рамках программы документов проведена оценка по достижению конечных результатов и обеспечению эффективности планирования и исполнения. Так, по итогам 2013 года достигнуты 21 цель, 33 задачи, 33 целевых индикатора, 82 показателя. Исполнение составило 94,4%. В уровне развития оценивается 5 высот. Затем, как исполняется бюджет, не только следили народные избранники. Все тщательно проверила и ревизионная комиссия Каргандинской области. В контрольных мероприятиях ревизионной комиссии по Каргандинской области были принесены соответствующие постановления и представления, которые направлялись Акима города и объектам контроля. В том числе, 4 представления по итогам вышеназванных контрольных мероприятий рассматривались составами постоянных комиссий Маслехад. В целях повышения эффективности механизмов управления бюджетными средствами, активами государства, укрепления финансовой дисциплины участников бюджетного процесса, при планировании исполнения местного бюджета, полномоченным органам необходимо строго соблюдать принципы бюджетной системы, а также обеспечить соблюдение норм бюджетного и нового законодательства Республики Казахстан. Те деньги, что потратить не успели, вернули обратно в казну, сообщили на сессии. Однако в этот день анализировали не только расходную часть, но и поступление в бюджет. Их за прошлый год оказалось чуть больше, чем ожидали. Основанием служат материалы по исполнению бюджета города за 2013 год, предоставленных отделом экономики и финансов города Караганды, и анализ результатов контрольных мероприятий, проводенных ревизионной комиссией по Карагандинской области. Можно констатировать, что бюджет города Караганды за 2013 год исполнен по поступлениям на 103,7%, план выполнен по всем видам поступлений. Чтобы тщательно изучить вопрос, одной сессии было бы недостаточно. Накануне депутаты вместе с чиновниками проводили несколько предварительных заседаний. Вопрос об исполнении бюджета города Караганды за 2013 год был рассмотрен на заседаниях постоянных комиссий, в том числе совместных и выездных, в частности, в учреждения отдела образования на объекты отдела строительства города Караганды, в ходе которых была дана оценка выполнения бюджетных программ данными администраторами и выявлены имеющиеся проблемы для их дальнейшего совместного решения. Надеемся, что все рекомендации, данные городским маслехатам, администраторам городских бюджетных программ, а также уполномоченным органам в период подготовки сеписи будут учтены в процессе исполнения бюджета 2014 года. Продолжаем выпуск. Аким Карагандинской области Баужан Абдишев провел рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Испании в Республике Казахстан Мануэлем Ларочи Парада. Какие вопросы обсуждались во время встречи в следующем сюжете. Аким области Баужан Абдишев рассказал гостю о Карагандинской области, о работе местных органов власти по реализации реформ, проводимых президентом Носултаном Назарбаевым. Остановился на внешнеэкономических связях. Также глава региона отметил, что в области действует более 500 совместных предприятий с участием иностранного капитала. И насчитывается только два предприятия с участием испанских партнеров. Баужан Абдишев отметил, что дальнейшее сотрудничество между двумя странами дало бы неплохие результаты в сфере обрабатывающей промышленности и услуг. Ваш король неоднократно был в Казахстане. Спасибо за всех желающих инвесторов, которые готовы работать в нашем регионе. Между Карагандинской областью и регионами Испании есть много неиспользованных резервов для развития экономических, научно-технических и культурных связей. Караганда для нас, для испанцев, является особым городом. Караганда является для нас особым городом, не только из-за его исторической, культурной, индустриальной или экономической важности, но также потому, что здесь есть некоторые испанские компании. Вспоминая исторические моменты развития Карагандинской области, Баужан Абдишев напомнил и о трагических событиях прошлого века. Именно здесь располагался большой лагерь для военнопленных и политических заключенных. Там побывало более 1 миллиона человек различных национальностей. Вы историю знаете, в свое время это скрывалось, но потом первым наш президент нашей страны, лидер нации, становишься на Замбаве, первый, который предоставил данные политические случаи. В завершении встречи Баужан Абдишев пригласил к сотрудничеству различные области Испании. Посол Мануэл Ларочи Парада поблагодарил Акима области за теплый прием и пожелал шахтерской столице нашей страны дальнейшего процветания. Гульнур Жакен, Олжас Габазов, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Эта система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Дельфийские игры, высший культурный форум, проповедующий идеалы добра и созидания – единственные в мире соревнования, объединяющие все виды искусства. В Караганде открылись 10-е областные молодежные дельфийские игры, посвященные 80-летию шахтерской столицы, организаторами которых стали Управление по вопросу молодежной политики области, Центр молодежных инициатив нашей области. Традиция проводить своеобразные культурные фестивали сразу же после Олимпиад зародилась еще в Древней Греции. Первые национальные дельфийские игры Казахстана были проведены в 2005 году в Астане. И в Караганде прошли дельфийские игры, а проводились они по двум возрастным категориям – младшая и старшая группы. Сегодня в этом зале проходит церемония награждения десятых дельфийских игр. В этом году дельфийские игры проходят по девяти номинациям. Всего было 135 участников. Из числа победителей областного конкурса будет сформирована делегация для участия в 10-х национальных молодежных дельфийских играх Казахстана. Впервые в Караганде прошел международный конкурс красоты «Ньюфейс Евразия-2014». 26 красавиц из семи стран СНГ пытались примерить корону победительницы, но жюри выбрало только одну претендентку. Кто она и откуда – узнаете из нашего следующего сюжета. Конкурс красоты при поддержке городского ахимата проходил в течение 10 дней. Его финал состоялся в минувшую субботу в Казахском драматическом театре имени Сатина Сихулина и привлек внимание карагандинцев. Вообще на этом месте должен был быть очередной торговый центр. Благодаря вмешательству президента страны построен такой прекрасный театр, в котором мы сегодня будем лицезреть невероятно красивое шоу. Последнее дефиле красавиц проходило при полном зале. В жюри такие известные в Казахстане люди, как Серик Сапиев, олимпийский чемпион по боксу, Айя Бапани, модельер, Руслан Фадхулин из Тимиртау, Инесса Назарова, мисс Евразия-2011. Как работало жюри, можно только догадываться. Красивые девушки в эксклюзивных платьях просто не давали возможности опомниться и осознать, что заведение только что проплывало на подиуме. Эмоциональный настрой зрителей поддерживали выступление известного в Казахстане ансамбля «Ринга». Российская дива Бьянка просто завела весь зал. Работе жюри не позавидуешь. В этом сознался и Серик Сапиев. А распознавать в противнике главную черту характера он может моментально. «Ринг научил». «26 девушек. Чтобы внутреннюю красоту посмотреть, надо, конечно, очень много времени. В первую очередь я...» «А, давай сюда приезжай, что не гидрунгер пойду, совершай английский и больше». «А, Маша!» Чем ближе финал, тем напряженнее становится в зале и на сцене. Претендентки из Казахстана, Кыргызстана, Баку, Украины, России, Терпелива ждали решения жюри. И хоть они не показывали волнение, их внутреннее состояние передавалось залу. Электрические импульсы проносились от одного зрителя к другому, а они своего волнения скрыть уже не могли. И вот торжественная минута, которую ведущие растянули до предела, накаляя атмосферу зрительного зала. Первой мисс Евразии 2014, завоевавшей Гран-при автомобиль, стала Жанар Мурбаева из Шахтинска. Корона, слезы, поздравления сплелись в один клубок. А зрителям стало жарко только от мысли, что наша землячка стала самой красивой девушкой международного конкурса «Ньюфейс Азия-2014». Я безумно рада, что мне предоставилась такая возможность участвовать в этом конкурсе. Мисс Ньюфейс Евразия 2014 – это я. Я же говорила, что я самая красивая. Спасибо большое организаторам конкурса «Мисс Ньюфейс Евразия». Спасибо большое моей поддержке. Я благодарю Бога за то, что он подарил мне уже в зрелые годы этого ребенка. Наверное, это счастье. Что можно еще сказать? Это стойкий оловянный солдатик. Она чего хотела, то добилась. Десять дней непростой конкурсной работы позади. Только непосвященным людям кажется, что все это так просто. Нет. Каждый подобный проект – это маленькая победа большого количества людей. И дело в том, что чем меньше зрители видят следы напряженной работы, тем интереснее и привлекательнее проходит конкурс. Красота требует жертв. Но так, чтобы их никто не видел. Сергей Высокосов, Батья Руспанов, Первый Карагандинский. В пятницу в областной библиотеке имени Николая Гоголя прошла «Библия ночь». В этот день горожане смогли зайти в самые сокровенные места библиотеки. Амина Смакова более подробно. Социально-культурную акцию «Библия ночь» посвятили 80-летию города и празднику Дню работников культуры и искусства. Акция проходит в библиотеке третий раз. После каждой проведенной ночи в священном месте хранения книг читателей прибавляется. Цель вообще-то акции – включение к чтению книги в первую очередь молодежной аудитории, использование каких-то новых, творческих, креативных методов провогатой литературы. Но, естественно, чтобы все посетители «Библия ночь» стали нашим председателем. «Библия ночь» началась с торжественного праздничного концерта, который проходил на улице. Приглашенные артисты исполняли песни и зачитывали стихотворения известных писателей и классиков. По улице, чтобы привлечь как можно больше посетителей, сотрудники библиотеки надели костюмы известных персонажей из различных произведений. Внутри библиотеки горожанам предоставили настоящее путешествие. В эту ночь они смогли спуститься в книгохранилище, где их взору предстала самая настоящая сказка с чудовищами и волшебниками. Наша съемочная группа побоялась идти туда. Название этого конкурса звучало устрашающе – «Визит к Минотавру». На всех трех этажах библиотеки были различные конкурсы. В одной комнате играли в шахматы, в другой отвечали на вопросы по краеведению. В третьей учились вальсу из времен Александра Сергеевича Пушкина. Больше всего посетителям понравилась комната с угощениями. Там раздавали квас, советские пирожные и леденцы. Но угощали не даром. У нас торговля квасом, петушками. Но не просто так. А сочинить частушку про квас и удалишь ты жажду сей же час. Каждый посетитель в эту ночь нашел для себя подходящее занятие. Мне больше всего нравятся конкурсы, связанные с краеведением. И это была очень интересная квест-игра. Надо было путешествовать по городу. И на важных, ключевых монументах города задавались различные вопросы. И мы, кстати, стали с папой победителями в этом конкурсе. Далее в него хранилищи, но там всякие милые существа, которые задают вопросы. Идет конкурс относительно фильмов. То есть, залиются статы из фильма. И мы на них отвечали. И призы я вот люблю. Такой маленький приз. Помимо сказок, викторин, игр, шахматы, читатели могли выбрать и взять понравившиеся книги. В следующем году «Библия-ночь» пройдет еще масштабнее, чем в этом. Амина Смакова, Ужас Габасов, Бахтер Испанов, 1-й Карагандинский. Карагандинская «Библия-ночь» плавно перешла в ночь музеев. Жители шахтерской столицы смогли увидеть и понять советскую Караганду. Наша съемочная группа, как всегда, была с народом. Зажигает огни трудовой город мой. В этот час я иду, и любую с тобой. События приурочили к 80-летию Караганды. И в этот день музей выставил различные экспонаты прямо на улицу. Каждый экспонат представлял историю шахтерской столицы. Старые фотографии, прялки, радиоприемники и многое другое. Также были поставлены сценки о госпиталях Караганды в военное время. Каждый желающий мог подойти и сфотографироваться на фоне атрибутов прошлого века. Наряду с этим на улице звучали ретро-песни. Под них люди водили хороводы, танцевали и подпевали. В конце мероприятия всех участников ночи музея ждал автобус. На нем карагандинцы отправились в ночную экскурсию по городу. Это была последняя информация на сегодня. Спасибо, что были с нами. Аман Сау Булынгздар. Аман Сау Булынгздар. Аман Сау Булынгздар. Аман Сау Булынгздар.